Месяц остается до фестиваля Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Откроется он по традиции в день рождения великого оперного певца 16 октября. Накануне стала известна программа фестиваля. О том, что в этом году приготовили организаторы, поговорим с директором Фонда развития искусства имени Хворостовского Натальей Львовной Агахановой. Наталья Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, месяц до фестиваля. Все уже готово или еще как-то много чего предстоит сделать? Ну, все будет готово только к дню открытия, я думаю. Потому что это творческий процесс, это сложный творческий процесс. И учитывая то, что фестиваль – это сложный организм, и концепция фестиваля у нас не просто привести звезд, которые выступят и уедут, а интегрировать процессы фестивальные в нашу культурную жизнь на самом деле. И поэтому одним из центральных событий фестиваля является постановка оперы «Дон Жуан», от которой работает международная команда очень крутых специалистов. Это и коучи, и дирижеры, и концертмейстеры, и режиссер-постановщик. То есть вообще вся группа она? Да, да. И приглашенные солисты, которые уже фактически все приехали у нас, ну, вот через неделю приезжает, ну, так скажем, окончательный член состава. Вот. И все они работают, и работают, начиная очень плотно с мая месяца. То есть это процесс, в который включены и все творческие силы театра оперы и балета, частичные институты искусств, оркестры, музыканты. Ну, то есть этот процесс, совместное сотворчество, вот, режиссерско-постановочной группы, в составе которой, я думаю, сейчас нет смысла говорить, потому что все могут с ней познакомиться, и творческих сил Красноярской. Не могу не уточнить, институт искусств, речь идет о студентах? Или... В том числе, они несколько задействованы тоже. То есть имеют возможность, да, участвовать в такой крутой команде. И самое важное, что это останется в Красноярске и будет, ну, нашим, так скажем, наследием фестиваля. Вот эта команда, а как ее собирали? То есть... У нас есть прекрасный художественный руководитель, он безумно талантливый, и как он это собирает, я, честно говоря, вообще не понимаю, потому что, ну, это действительно талант. Это большой талант, когда люди, которые никогда в жизни вместе с друг с другом не работали, и причем они живут совершенно, ну, в разных местах, да, то есть они вдруг собираются под именем... Ну, не вдруг, конечно, но собираются под именем Дмитрия Хворостовского и делают вот совместное сотворчество. И как бы все это, так скажем, закручивает наш художественный руководитель Антон Левахин. А сейчас же вот еще пандемия, все эти сложности. Как они... То есть они собрались, по сути, вот сейчас только перед фестивалем? Или они как-то еще дистанционно коммуницировали? У нас... Я не могу сказать, что только перед фестивалем. Я немножко ранее сказала, что творческая бригада, творческий коллектив начал работать с весны. И в разных составах, в разных, так скажем, периодах. И приезжал, работал с оркестром дирижер, и концертмейстеры приезжали, работали с музыкантами оркестра, работают постоянно с исполнителями, работают художники дистанционные и уже непосредственно в театре. То есть это процесс идущий, так скажем. И это тоже беспрецедентный, на самом деле, случай, когда приглашается не просто один, например, дирижер, или один режиссер-постановщик, или кто-то вот, а приглашается целая команда. И создается совершенно новый, концептуально новый продукт, да, и вот с результатом которого мы можем... С результатом этого процесса мы с вами можем познакомиться 21 октября. Еще из того, что мне бы очень хотелось у вас спросить в программе, я увидела вернисаж. Да. Выставка сценических костюмов. То есть удалось договориться, привезти, что там такое будет? Ну, вот я, конечно, все сразу рассказывать не буду, потому что должна быть интрига. Но я думаю, в городе не осталось незамеченным реклама и фестиваля, и постановки, потому что это взаимосвязанные процессы. И автором визуальной концепции является художник Ассар Муриев. Вот. И это исключительно уникальная вещь, потому что мы специально под фестиваль, это все, это пишутся картины, работает, ну, художник, как бы он не сейчас это начал делать. То есть вот эта концепция рождается, это творчество, это тоже одна из составляющих фестиваля. И то, что это имеет художественную ценность, это как бы очевидно совершенно. Программа очень насыщенная. Понятно, что там много имен, которые действительно звезды. Как вам кажется, что нельзя пропустить красноярцы? Вообще все нужно. Потому что, смотрите, фестиваль – это живой организм. И создать впечатление целостное можно только посмотрев и то, и другое, и все события. Ну, они все основные, я не могу сказать, что что-то не основное. И тут бы я хотела особо отметить, что мы сознательно идем на то, что делать очень низкую стоимость билетов и доступным делать эти все события, потому что нам важны ценители, нам нужны люди, которые интересуются этим. Не для того, чтобы статус, престиж какой-то подчеркнуть и так далее. Поэтому билеты доступны и по цене, и пока еще что-то есть, по-моему, в кассах. Я вчера смотрела, как-то они очень быстро у нас расходятся. Я боюсь, у нас месяц впереди. Что будем делать, когда все закончится? Хочется еще уточнить, вот у нас остается немножко времени, для тех, кто вдруг не сможет приехать, не успеет достать билеты. Как организовано? Есть какие-то трансляции или записи, что-то вот из такого? Понимаете, да, безусловно, мы предусматриваем, да, то есть, но нужно понимать, что запись – это тоже художественное произведение. Отличается, опять же. Понимаете, это само по себе, это сам по себе отдельный процесс. Тем более, когда мы говорим о записи произведения искусства, любого, да, будь то исполнение оперной арии или, я не знаю, там, картина и так далее. То есть, к этому нужно подходить точно так же, как к созданию этого. То есть, это особенный процесс. И поэтому только в этом случае можно передать вот то, что называется искусством. Но в любом случае лучше идти. Абсолютно согласна с вами. К сожалению, у нас время уже заканчивается. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Надеемся, что нам удастся еще что-нибудь вместе с вами поснимать на фестивале, рассказать красноярцам. А у нас в гостях был директор Фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского Наталья Львовна Агаханова.